На залитых солнцем улицах родной Улан-Удэ. На фоне оперного театра девочки в гольфах. Художник Илья Алтаев любил рисовать свой дом и родных. Вот вся семья в сборе чайпития. Его ранние акварельные пейзажи легкие, светлые и, кажется, выполнены на одном дыхании. Он работал, естественно, в такой реалистической манере. Там вот вы можете посмотреть, его бабушка, вот там сам себя он изобразил. Вы можете снять эти работы, он так себя очень-то романтично, под Пушкина, у него бились волосы, под Пушкина он себя так изобразил. А в зрелые годы вот он работал, писал, ну, естественно, вам писали художники, сюжеты. Особую страницу в творчестве Ильи Алтаева занимают портреты. Его всегда привлекали интересные лица. Он изображал стариков и детей, ветеранов войны и молодых людей, профессоров и рабочих. Художник зорко подмечал отличительные особенности каждого человека. Его жесты, повадки, тонко чувствовал характер и душевное состояние. Внук художника вспоминает, как дедушка любил вглядываться в лица. Дедушка рисовал всю жизнь, если честно, постоянно, везде. И на даче, и дома, и в мастерскую постоянно привлечу. Он всегда на позитиве, всегда радостный. Но в основном нравилось ему рисовать интерморты. Портреты очень хорошо у него получалось. В музее Сампилова Илья Алтаев работал художником-реставратором. На стене и сегодня висят картины, которые Илья Хабич восстановил буквально по крупицам. Сегодня коллеги вспоминают его добрым словом. Здесь же, в художественном музее, где мастер трудился долгие годы, будет открыта выставка, посвященная его 95-летию. Мария Латышева, Алексей Ромашов. Новости дня.